Восторженные аплодисменты и бурные овации не утихали на протяжении 10-15 минут. Эмоции радости переполняли всех. Так, в исторический день 31 августа 1991 года не только 350 депутатов легендарного парламента, но и весь народ ликовали по поводу принятия декларации о государственной независимости Кыргызстана. Вышли из зала и заседания после завершения работы. Оказывается, народ уже узнал из печати. Нас окружили народ, который собрался вокруг Белого дома, начали друг друга поздравлять. Я тогда впервые увидел слезы на глазах мужчин. Легендарный парламент, поглощенный патриотизмом, стремлением быть свободным государством. Мы ведь еще в декабре 1990 года приняли декларацию о государственном суверенитете. Но он не заработал, потому что Советский Союз еще существовал, функционировал. И он не смог вступить на законодательной основе. И вдруг в 1991 году, 19-21 августа, состоялся в Москве государственный путь за восстановление Советского Союза. А тут, конечно, сомнений не было в том, что надо немедленно прийти еще одну декларацию и окончательно закрепиться. В 27-м мы приняли постановление о созыве в неочередной сессии Джогуркинеша Харкасской Республики для принятия новой декларации уже о независимости. Тот день, как вчера, помнит и другой бывший парламентарий Марбайджиев. Говорит, декларация была написана за два-три дня. Это был емкий, но содержательный документ в несколько листов. После он лег в основу Конституции. Я был экспертом всех этих текстов, русских, русского текста. По-моему, как сели, ночью не спали, и на третий день уже принесли декларацию готовенькую. Тут просто надо знать историю своего народа. Оказывается, самое независимое государство было последний раз при Монасе, это 9-10 век. Вот ровно тысячу лет кыргызцы были под пятой. Тут под одной, под другой. И вдруг, представляете, это вдруг такое великое счастье. Мы не ожидали даже. Сам процесс, говорят очевидцы, был непростым. Но главное, что страна провозгласила себя независимой, без переворотов и революций, мирным путём. Почти все депутаты родились и выросли в советскую эпоху. Тогдашние устои у них были в крови. И им переходить от социального строя было сложнее. Оттого многие выступали против. Но интеллигенция в лице Усубалиева, Масалиева, Айтматова, Хасымбекова показала верный путь, к которому последовали и другие. Независимость Кыргызстан принял одним из первых среди 15 советских республик. Территория страны является целостной и неделимой. Республика подчеркивает свою приверженность общепризнанным принципам международного права. А в руках подрастающего поколения хранить суверенное и правовое государство.